Из топовых, ни таких, ни трэш, ни бульварных русских писателей нашего времени Гузель Яхина, наверное, самая скандальная. Был сериал по ее роману «Залиха открывает глаза» Шулпан Хаматовой. Все его ругали по разным причинам. Теперь новый скандал, более как бы такой четкий, скажем так. Самарский историк Григорий Цыдынков обвиняет Гузель Яхину в том, что свой новый роман «Эшелон на Самарканд» она написала, пользуясь, без кавычек, что называется, связывается материалами из его Цыдынкова «Живого журнала». На самом деле в таких ситуациях трудно упрекнуть писателя в плагиате, даже если он действительно пользовался историческими материалами, поскольку копирайта на историю действительно ни у кого нет, даже если эти неизвестные странички истории раскопал действительно конкретно этот историк. Но я на самом деле болею, конечно, за Цыдынкова, чтобы ему удалось заканцелить Гузель Яхину, потому что, скажу прямо, мне она не нравится. Дело в том, что я придерживаюсь такой, ну, радикальной, наверное, точки зрения на советскую историю. Мне, в общем, нравится эта идея, что вот есть мы, народ, народ-жертва, да, и есть эти звероподобные большевики-чекисты, которые нас сажают, убивают и так далее, и так далее. И я понимаю, что на русском материале сегодня в России такого рода литература, кино невозможна. Нас приучили, что все не так однозначно, и мы сами несем ответственность за советскую власть, и винить, в общем, некого. Но на самом деле такой вот путинский мейнстрим идеологический, не путинский, не знаю, мединскому его приписать, кому угодно, ну, в общем, официоз российской истории, когда советская власть не воспринимается однозначно как зло. Так вот, это касается действительно только нас, русских. Когда речь заходит о национальных республиках, а Гузель Яхина символизирует Татарстан, там как раз все логично и все можно. То есть действительно эти звери-чекисты, звери-большевики обижают людей так, как я вижу нашу историю. Но в этом случае такого рода повествование приобретает этнический оттенок. Действительно, русские чекисты обижают бедных несчастных татар. И здесь, на самом деле, мне кажется, действительно есть уже не литературная и не идеологическая, а политическая опасность. Поскольку пока нас заставляют выбирать между Дзержинским и Александром Невским по другую сторону советско-антисоветской границы, которая на самом деле совпадает с границами русских областей, скажем так, и национальных республик, там совершенно другой исторический нарратив, и там нет никакой неоднозначности по отношению к советской власти. И этот незаметный раскол общественный, он на самом деле однажды даст о себе знать, потому что не бывает так, что внутри одной страны живут люди, народы, большие группы людей, у которых принципиально перпендикулярны друг другу взгляд на отечественную историю. Завтра это действительно может стать политическим фактором.